Мы сейчас присоединим к нашему разговору. Дмитрий Орешкин к нам подключается, российский политолог Дмитрий Борисович. Здравствуйте вам. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Спасибо большое, что согласились принять участие в нашем разговоре. Спасибо, что пригласили. Всегда рад. А вот скажите, пожалуйста, ваши ожидания накануне переговоров между украинской и российской делегацией, которые завтра должны начаться в Стамбуле? Не слишком оптимистичные. Объясните, пожалуйста. Мне кажется, что Владимир Владимирович Путин пребывает в таком состоянии, когда слова на него не действуют, а действуют только конкретные события на поле боя. То есть основные переговоры ведет украинская армия с агрессором. С другой стороны, я не полностью склонен предаваться пессимизму, потому что как раз сильные действия украинской армии вынуждают путинское войско искать возможности передохнуть, переформатироваться, подтянуть свежие части, пополнить боезапас и так далее. Поэтому, может быть, в интересах путинской армии получить какое-то перемирие, чтобы передохнуть. Так что, в принципе, может быть, они что-то и найдут, какой-то кратковременный момент перевести дух, потому что обе стороны на поле боя достаточно сильно друг друга измотали. При том, что Россия выступила значительно слабее, чем ожидалось, а Украина выступила гораздо сильнее, чем ожидалось. И, в общем, как бы они сейчас находятся в балансе, как мне представляется. Никаких резких изменений линии контакта боевого я не наблюдаю. Ну, может быть, вам там виднее. А раз так, то, в принципе, можно как-то и зафиксировать вот это самое де-факто торможение боевых действий в виде какого-то перемирия. Я не знаю, на пользу это будет Украине или, может быть, во вред. Но, в любом случае, когда чуть-чуть меньше стреляют и чуть-чуть меньше убивают, наверное, это все-таки к добру. Но, скажем так, мне кажется, что Путин все равно слишком много поставил на эту карту. Ему отступать и договариваться все-таки в его политической стилистике, мне кажется, неорганично. Он будет стараться дожать Украину, потому что, если он ее не дожмет, то он окажется лузером. С моей точки зрения, он уже оказался лузером, когда начал эту военную операцию, потому что это несусветная глупость. Но он не должен показать своей слабости перед значительной частью своих избирателей и, что очень важно, перед начальниками. Нетри Борисович, а вот скажите, объясните слова свои, вот, дожать. Потому что, ну вот, в дожать мы бы, наверное, вот, наверное, мы понимали бы логику, если, допустим, на примере того же Мариуполя, да, который был отстроенный, с новейшими предприятиями, в которых новейшее оборудование, столько, что отстроено и набережной, портом и так далее. И если бы, условно, понимать логику просто кровожадного, как говорил Байден, мясника, то, наверное, этот бы мясник, ну, захотел бы это, скорее всего, забрать. Но почему бы и нет? Да, вот только что обновленный регион полностью, который ты хочешь оккупировать. Дмитрий Борисович решительно не согласен. Почему нет? Ну, потому что вы интерпретируете войну в терминах, скажем так, европейского понимания пространства. Что важно не просто завоевать пространство, а важно, чтобы оно тебе приносило пользу. То есть, именно поэтому нельзя уничтожать мирное население, нельзя уничтожать построенные производственные мощности и так далее. А у Путина война другая. У него война по понятиям. Он скорее готов, как Иван Грозный, стереть в порошок или как Тамерлан. Иван Грозный уничтожил процветающий Новгород, потому что он, с его точки зрения, принадлежал к западной сфере влияния и входил в этот торговый гонзейский союз городов. И, кстати, был там, ну, скажем, на уровне Стокгольма и Риги. Тем не менее, Иван Васильевич его уничтожил. И точно так же... Да, не просто покорил, не просто покорил, а именно уничтожил, спалил, разрушил. Конечно. И Тамерлан, когда уничтожал города, захваченные им, уничтожал до корня, а территории засыпал солью, чтобы там никогда ничего уже больше не выросло. Правда, города потом все равно восстанавливались и вырастали. Я имею в виду старый Ургенч, так называемый, в устье Амударьи. Но это вот азиатская культура. Это важно показать, кто силен, кто командует, кто доминирует. И вот Путин, мне кажется, находится в этой самой фазе остервенения. Он Украину готов стереть с лица земли для того, чтобы показать, что он самый большой, самый смелый, самый отчаянный. Он воюет, как Тамерлан. Так о чем тогда, простите, договариваться? О чем договариваться в таком случае с человеком, который воюет? Ну, то есть, как бы, там уже медицинская идет терминология, не человеческих категорий, и даже не военных, мне кажется. Так вот, я поэтому и говорю, что они очень оптимистичны. Договариваться с ним можно только на поле боя. Но если он захлебнулся, если ему не хватает свежей крови, если ему не хватает рядовых солдат, нукеров, или там рядовых, как это называется еще, кого у нас забирали? Нукеров – это Средняя Азия, а у нас из деревни забревали… Орехрутов. Орехрутов. Вот, спасибо, да. Забываешь русские слова. Так вот, ему же этого не хватает. Поэтому сугубо из своих таких тактических… Какие там стратегические интересы? Нет там никакой стратегии. Тактический интерес, он может быть заинтересован в передышке. Вот и все. А остановить войну – это только если разбить в качки его армию. Он будет наступать, пока есть кем наступать, пока еще в ведре осталось немножко крови. Субтитры сделал DimaTorzok